МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН-ТВ новости о НАПА-регионах, в студии Ирина Меркурьева и сегодня выпуски. Ах, офицеры! В Институте береговой охраны первый выпуск высшего звена. Премия за активность. Добро пожаловать в безопасный город. Этого события в Институте береговой охраны ФСБ России ждали давно и готовились к нему с особой ответственностью. Сама атмосфера в учебном заведении в этот день была необычной, не по-военному эмоциональной. Все с нетерпением ждали самого главного события в истории Института и в жизни выпускников. 27 июня впервые за 55 лет после расформирования Ленинградского военно-морского пограничного училища Институт береговой охраны ФСБ России осуществил первый выпуск кадровых офицеров и юбилейный пятый выпуск Мичманов. Интересы национальной безопасности требуют создания современной и эффективной береговой охраны, способной отвечать характеру сегодняшних угроз. И эти задачи придется решать вам, новому поколению офицеров и Мичманов, компетентным, образованным командиром и специалистом всех уровней. Для всех поколений защитников Отечества характерна любовь к родной земле в своей очистке. Это чувство придает особый смысл деятельности пограничников, находящихся на переднем крае защиты интересов нашей родины. В этот день в Институте много гостей. Сейчас наша страна просто нуждается в уважении, честной, не ответственной службе. Никогда не задавайтесь божественно. Идьте смело, смотря вперед. Не прогибайтесь под тяготами и соблазнами жизненного пути. Достойно везите звание российского офицера. На плацу в центре внимания строй выпускников. Всего несколько минут отделяет их от долгожданного события. Зачитывается приказ о присвоении воинских званий лейтенант и Мичман. Торжественно вручаются погоны и кортики. И самая зрелищная и волнующая часть мероприятия – прохождение личного состава Института торжественным маршем. Неузнаваемые, в новой форме, принявшие на себя ответственность перед страной, выпускники с особой гордостью чеканья шаг прошли по плацу Института. И по традиции громкое и радостное – все. И фейерверк из монет над головами лейтенантов и Мичманов. Действительно все. Закончилась учеба, впереди нелегкая служба, наполненная тревогами, бессонными ночами и большим напряжением. Но эти ребята свой выбор сделали сами. Раз и навсегда. Молодежь Анапы – позитивная и яркая, спортивная и творческая. Самые талантливые и активные были отмечены главой курорта в День молодежи России. Сидящих в каминном зале Центра культуры Родина легко узнать. Они всегда впереди. На спортивных соревнованиях, концертах, субботниках – первые и лучшие. За свою работу молодые люди были отмечены благодарственными письмами и премиями главы курорта Сергея Сергеева. «Большинство здесь присутствующих принимали участие в спортивных соревнованиях, участвовали в олимпиадах, прославляли на НАПУ, на различных уровнях, в различных конкурсах, где надо было применять свои знания и силы для того, чтобы быть лучше. Сегодня поздравляю вас. Я выражаю уверенность в том, что это ваши первые шаги в достижении тех целей, плохих, высоких, хороших целей, которые вы перед собой поставили. Я хочу, чтобы вы понимали, были немножко на шаг вперед впереди всех остальных. Вы все сегодня будете отмечены, многие из вас, все из вас эти награды заработали трудом сегодняшним. Но чтобы вы понимали, то, что сегодня делается, оно делается во многом ради завтрашнего дня. А в завтрашнем будете жить. Череда мероприятий в годовщину Великой Победы также не обошлась без этих ребят. Председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов от старшего поколения поздравил молодежь заслуженными наградами. Это дополнительный стимул, лучше работать. Мне дали за отличные результаты в спорте. Стоит отметить, команда анапских футболисток совсем недавно победила на первенстве края по пляжному волейболу. Нам нужно продолжать так активно работать, чтобы нас так же активно поощряли. Сергею Павловичу хочется обратить большую благодарность за то, что сегодня он был в этом зале, наградил нас. Мы делаем это не для того, чтобы нас награждали, а для того, чтобы наш город процветал. День молодежи в Анапе отпраздновали яркой и с пользой. На театральной площади работали тематические площадки для молодежи и всех, кто молод душой. Организаторы масштабной акции «Молодежный микс» поделили театральную площадь на несколько тематических зон. Читающие молодежи, сотрудники детско-юношеской библиотеки, предлагали списки книг, которые должен прочитать каждый. Здесь же фото-выставка, выставка живых скульптур и робототехники. Маленькие участники праздника перевоплощались в зверей и мультперсонажей с помощью аквагрима. Разборка и сборка оружия, предметы рыцарской амуниции, подвижные и интеллектуальные игры. Внимание публике сразу приковали трюкачи. Хорошее настроение создавали творческие коллективы. Бурными овациями зрители встретили выступления танцевальных коллективов «Луна Парк» и «Сити Джаз». Развивается очень много каких-то коллективов, каких-то школ, мастер-классов и так далее. Я думаю, это положительный момент нашей молодежи. В это же время в Анапском скейтпарке прошли соревнования по экстремальному спорту фристайл-скутерингу. Что такое фристайл-скутеринг? Это некий симбиоз, ну это экстремальный самокат, прежде всего, как это можно увидеть, который является симбиозом BMX-а, велосипеда и скейта. То есть разнообразие, великое разнообразие трюков всевозможных. Можно исполнять скольжение по парковым фигурам. То есть, ну, огромное количество. 28 участников из Анапы, Новороссийской и Краснодара удивляли зрителей немыслимыми прыжками и трюками на самокатах, демонстрировали ловкость и самообладание. Анапа – безопасный город. Разгол стихии миновал, но на страже жизни и безопасности анапчан и гостей курорта по-прежнему специалисты единой дежурно-диспетчерской службы. Ежегодно Анапа принимает около 4 миллионов отдыхающих. Уникальная география курорта сопряжена не только с прелестями отдыха, но и с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Профилактические работы, естественно, проводятся не одним днем и даже не одним месяцем. В соответствии с плановыми заданиями, а плановые задания, они вытекают из одного документа – это паспорт безопасности муниципального образования, где прописаны всевозможные риски. В соответствии с этими рисками создается инженерная инфраструктура по защите территории. Система комплексного обеспечения безопасности работает как слаженный часовой механизм. Одна из шестеренок механизма – единая дежурно-диспетчерская служба или ЕДДС. Ее оснащение – современное оборудование. Гидрологические датчики отслеживают уровень воды в реках и прудах. Метеорологические станции в режиме реального времени следят за погодой. Силой ветра, температурой, атмосферным давлением. Организована работа наблюдательных постов. Информация аккумулируется у оперативного дежурного, который проводит анализ всех параметров. На высоком уровне – система оповещения, которая позволяет оперативно донести информацию как до отдельных населенных пунктов, так и оповестить весь город целиком. На сегодняшний день ЕДДС, муниципально образованный город Курот-Анапа, оснащен, ну, по, как вы увидели, по последнему слову техники. Все системы мы максимально задействуем для того, чтобы обеспечивать безопасность наших жителей. Все системы на сегодняшний день работают нормально. В центре есть возможность видеонаблюдения за всем городом. Особое внимание – места массового отдыха. Это есть элементы безопасного города. Так или иначе, они работают в круглосуточном режиме. Это первое. Но безопасность безопасного города начинается с личной безопасности. Не стоит купаться в грозу, оставлять без присмотра детей на пляже. Если жизнь и здоровье в опасности, звоните оперативному дежурному ЕДДС 051 для сотовых операторов, 3-20-94 с городских телефонов. Спасательные службы всегда готовы прийти на помощь. Но и гости курорта не должны терять бдительность на отдыхе. Учиться жить в правовом государстве нужно с детства. Со школьной скамьи детей Краснодарского края учат соблюдать закон – в 22 часа несовершеннолетние должны быть дома. На курорте детский закон под контролем. Ежедневно улицы в вечернее и ночное время патрулируют рейдовые группы. Каждый день в 9 часов вечера в администрацию города проходит развод рейдовых групп. На улице выходят специальные патрули из представителей администрации, казачества, сотрудников полиции и дружинников. Они несут охрану общественного порядка в темное время суток и контролируют соблюдение закона Краснодарского края 1539, чтобы безопасность детей в Анапе – курорте детского семейного отдыха была стопроцентной. Я считаю, даже один ребенок, если группа выявляет за ночь, это уже, можно сказать, результат. Потому что, как у нас говорится, да, на Краснодарском крае нету чужих детей. Наши дети все свои. Поэтому я считаю, что результат есть. А вот и первый нарушитель. На набережной рейдовая группа выявила несовершеннолетнего, который еще и к тому же незаконно занимается продажей светящихся игрушек. Инспектор охраны общественного порядка связалась по телефону с родителями мальчика. Вот он находится на центральном пляже и занимается незаконной торговой деятельностью. Он распродает эти шарики, эти летающие самолетики. Это запрещено. Я бы хотела видеть вас вместе с вашими документами в администрации. Если патруль фиксирует нарушения, на родителей несовершеннолетних детей составляют административный протокол. Детей передают родителям под расписку. Рейды по соблюдению детского закона и охране общественного правопорядка проводятся каждый вечер. Она посчитается безопасным городом. И власть предпринимает все возможное, чтобы отдыхать на курорте было комфортно и спокойно. В рамках Дня борьбы с наркоманией, Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир» провели фестиваль молодежного творчества и антинаркотическую акцию. Отрадно отметить, что здоровый образ жизни становится все более популярным среди подростков. Ребята с радостью демонстрируют свои спортивные успехи и с гордостью рассказывают о здоровом образе жизни. Данил Гоман для зрителей показал завораживающие трюки на велосипеде. А ведь занимается только год, но уже ездит как настоящий профессионал. Я против наркотиков, курения, спайса. И я выбрал этот спорт. Он мне нравится. В этом виде спорта захватываются трюки. Это очень красиво, мне нравится. Ребятам не давали скучать. Организаторы разработали интерактивные площадки. Аквагрим, настольный теннис, веревочный парк, площадки здравоохранения. Любой желающий мог проверить легкие на смоке лазере. Проходила раздача информационных профилактических листовок. Мероприятие посетили и сотрудники наркоконтроля. Анапа – наш общий дом. И хотелось бы сказать, что мы здесь живем, будут жить здесь наши дети. Если мы вместе все объединимся в борьбе с наркотиками, то мы победим, и наш город станет чище. В городе постоянно организуют различные акции по борьбе с наркоманией. Круглые столы, тематические беседы, выставки и другие мероприятия. А дети их с радостью и интересом посещают. В свой профессиональный праздник 27 июня отметили любители хорошего клева. Рыбалка появилась тысячелетия назад вместе с охотой и собирательством. А сегодня стала одним из самых массовых увлечений. Всемирный день рыболовства рыбаки встретили, конечно же, у водоемов. Любителей порыбачить у реки Анапка всегда собирается немало. Пока остальные члены семьи Рошташ отдыхают на пляже, глава семейства Ярослав отдыхает по-своему. Рыбалку все любят, без нее не прожить. Это именно спорт какой-то. Рядом собирается с мыслями наедине с природой строитель Петр Бражников. Приходит на берег речки покидать спиннинг и успокоиться. Кто хотя бы раз побывал на водоеме с удочкой, поймал первую в своей жизни рыбу, тот никогда не променяет это удовольствие ни на что другое. Заядлые рыбаки готовы долго простоять с удочкой озера или реки, не чувствуя усталости. Как признаются любители порыбачить, главное не пойманная рыба, а сам процесс. Хотя и улов – дело немаловажное. Ну, взял 3 килограмма карася. Вот сейчас попробую налобан, если получится что-то, поймать его. Как бы, вот, люди ловят. Рыбаки – народ суеверный. Многие из них собираются на рыбалку с особой тщательностью и соблюдают все приметы. Многие рассказывают, говорят, что ездили на рыбалку с женами, рыба не ловится. А когда сели обедать, оказывается, там рыба и жареная, и вареная. Говорят, зачем рыбу брать? На рыбалку ехать. Ну, как-то стараюсь рыбу не брать, если на рыбалку едешь. Рыбалка не только не теряет популярности, но и приобретает все новых и новых поклонников. Для многих она – самое любимое занятие. И это неудивительно, говорят рыбаки. Что может быть лучше, сидя на лоне природы, наблюдать за течением реки, особенно когда клюет? Продолжаются игры за Кубок края. В минувшие выходные в Анапе в одной шестнадцатой финала сразились футболисты высшей лиги. Футбольный клуб Анапа принимал на своем поле соперников из станицы Динская команду Динкэс. С первых минут футболисты Анапы начали мощную атаку. На 23-й минуте первого тайма Игорь Зубко отправил мяч точно в ворота соперников. На радость болельщиков спортсмены показали красивую и яркую игру. Со счетом 5-0 победила команда футбольного клуба Анапа. 4 июля анапские футболисты встретятся с командой ПСК в одной восьмой финала. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. Во вторник 30 июня в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-27 градусов. Ночью до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова